это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют людям говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседим добрый вечер 1 апреля 213 лет со дня рождения не к васильевича гоголя он появился на свет тут я выражусь старомодно в 1809 году в селе сорочинцы полтавской губернии вот есть крестоматийное выражение достоевского мы все вышли из гоголевской шинели не факт кстати что федор михайлович это действительно писал или говорил но суть верно действительно мы это не только о современниках достоевского но и она с вами гоголь сегодня актуальнее всех живых и вот почему важно понять что называется сразу гоголь абсолютный гений эпитет этот гений при всей своей эксклюзивности на самом деле применим не так чтобы к единицам ну гений достоевский ван гог моцарт бетховен хлебников однако гоголь это ну я бы так сказал эталон гения он как бы парит возвышается над остальным ведь смотрите хорошие писатели это я как писатель размышляю как читатель те чьими произведениями восхищаешься но понимаешь как это сделано великие писатели это те кого читаешь и не понимаешь как это сделано а вот случае гоголя непознаваемо практически все тут изумляет не только ткань его текста но и само мышление само видение мира словно это взгляд не человека а совершенно иного по своей природе создания ну вот перечитайте к примеру описание сада плюшкина это нечто невероятное и поразительное именно так видят глаза гоголевской души николай давайте уже пишите скорее в общем не удивлен конспирологом вещающим вот уже которое десятилетия о потусторонней природе гоголем тут ведь действительно принципиальный иной взгляд на мир и на создание населяющий этот мир однако на мой взгляд в первую очередь гоголь это все-таки медиум визионер проводник равных которому нет подчеркиваю нет в русской истории отсюда все эти увлечения и появления гоголевских веев утопленец колдунов и так далее и так далее гоголь он знаете даже не мистик скорее а демонолог явивший легион фантастических тварей в том числе и тех кто одолевал его не только в творчестве но и в жизни вот даже облик гоголя он же совершенно особенный мы не знаю этот зловещий хрусталь глаз андрогинная лепнина лица ангельско-бесовские крылья волос но даже через его внешность через его облик собственно проступает печать потустороннего мира уж не знаю вдохновлялся ли гоголем дэвид линч великий режиссер снявший твин пикс но его известная огонь иди со мной это определенно а николай васильевич и кстати сжигание собственных книг это тоже мощный такой себе символ при этом удивительно у гоголя мощнейшая искренняя вера в бога его преданность православию это гоголю принадлежит фраза для чего остальные книги если есть евангелие не будьте мертвыми душами но живыми есть только одна дверь к жизни это дверь иисус христос при этом надо понимать что православный путь гоголя это с одной стороны дорога к его спасению но с другой это попытка что называется отчеловечить себя именно так отчеловечить себя вот знаете когда-то лев толстой писал хочу быть как все говорить так уже гордыня ведь ты изначально такой же как все но согласитесь случае гоголя это совсем не то и николай васильевич буквально балансирует такая себе мистическая эквилибристика что ли балансирует между миром реальным и миром потусторонним и точно также балансируют его герои вот кто все эти чичиковые маниловы земляники и прочее 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 да вглядитесь них это же ожившие черти мертвецы но вместе с тем это абсолютно реальные экипажи которые переходят из века в век из россии в россию из кабинета в кабинет гоголь буквально вытаскивает их на свет откуда-то из затклых чуланов из-под половиц вспомните да как появляется нечисть вии но вот по итогу эти странные существа оказываются вполне реальными персонажами ну помните это знаменитая один там только есть порядочный человек прокурор да и тот если сказать правду свинья в общем присмотритесь гоголевские демоны они совсем совсем рядом а почему да потому что николай васильевич он фиксировал не типажи не архетипы даже он описывал то как в принципе устроено бытие и да не бытие тоже вот об этом прекрасно написал лимонов который попал на один из таких чиновничьих сборов вот что он пишет я думал искал что это мне так мучительно напоминает гоголь осенило меня чиновники гоголь спаслись выжили через 150 лет после смерти николая васильевича живы чиновники российские живы крапивное племя дальше он пишет консультативный совет забили до отказа махровые чиновники мало изменившиеся со времен написания ревизора но со шинели гоголь нашел в их облике и нравах определенную отрицательную поэзию до лимонов пишет замечательные книги священный монстр и ведь действительно поэма это именно поэма подчеркиваю мертвые души ну на мой взгляд это одна из главных если не главная книга написанных россии о том как в принципе все устроено в нашей стране на этом огромном пространстве а как устроено ну тут я вспоминаю уже книгу экклесиаста что было то и будет и что делалось то и будет делаться и нет ничего нового под солнцем действительно просто маниловы переселись бричек на мерседесы и по-прежнему нет ничего сердития департаментов и канцелярии один только вопрос когда уже наконец к нам приедет истинный ревизор как ревизор как ревизор ревизор из петербурга инкогнито еще секретным предписанием отчина вот знаете едва ли не любое произведение николая васильевич это вечный текст который меж тем универсален и всегда подчеркиваю всегда актуален и точно также становится универсальной и в правильном смысле универсальной и национальная самобытность гоголем с его страстной любовью к русскому к русскому языку живому как жизнь то его выражение живой как жизнь так кстати вообще хороший вопрос национален ли гений пожалуй что до национален но в том его величие что это национальная самобытность становится важной интересной для всего мира ведь смотрите одновременно национальные самобытные универсальный гёте маркис и конечно же гоголь он невозможен без родной почвы несмотря на всю эту потусторонность и мистичность до национальная идентичность и гоголя примеру вечерах на хуторе близ диканьки однако надо понимать что это не просто украинская жизнь ее внешнее проявление там шинками со святками нет это украинская мифология и действительно все эти остапы вакулы салохи это одновременно люди но и не люди тоже такие своего рода украинские ангелы-бесы переходящие из поколения в поколение и столь же блестяще гоголь показывает жизнь уже великорусскую опять же жизни явную и скрытую ну тут я конечно говорю о прекрасных прочитанных мною в семь лет кстати петербургских повестях но пожалуй лучше всего национальный национальный гений гоголя заблистал в его повести тарас бульба полнокровный пахнущий горилкой кровью стоящий в творчестве гения я бы так сказал роскошным особняком и вот опять же не понять как это полнокровная повесть коррелирует со всеми остальными творениями гения как оксана уживается с утопленницей бульба с чертом вот как это происходит а это на самом деле есть настоящий гоголь цельный гоголь который приоткрывает двери то в ад то в рай и в том в том числе в этом состоит его гениальность для того то я пришел к тебе что кроме тебя думаю никто на свете не знает к нему дороги тому не нужно далеко ходить у кого черт за плечами однако вопрос когда я говорю национальный гений то ну сейчас я выражусь грубом какую национальность я имею ввиду вот смотрите украинцы говорят он наш гоголь наш русские не соглашаются не друзья панова он наш и спорят и перетягивают ну к слову не только писателей как видим а меж тем сам николай васильевич буквально хлещет как розгами словом и тех и других изгоняя бесов и из россии из украины сатиры но при этом но при этом а вот тут я предельно серьезен гоголь пишет и следующее знаю только то что никак не дал бы преимущество не малоросу перед русским не русскому перед малоросом обе природы слишком щедро одарены богом и как нарочно каждая из них порознь заключает себе то чего нет другой явный знак того что они должны пополнить одна другую как любить как русская душа любит не то чтобы умом а всем чем дал бог что не есть тебе так любить никто не может сегодня эти слова звучат особенно сильно звучат как завет что и действительно гоголь конечно же говорит не столько о социополитическом единстве сколько единстве мета культурном о том что позволяет сохранить мир и внутри человека и вне им услышим ли мы николая васильевича гоголь парадокс но гоголь несмотря на тома исследований посвященных его жизни его творчеству до сих пор так по-настоящему и не прочитал да тому есть слабое оправдание как я уже говорил гоголя очень сложно практически невозможно осмыслить человеческим однако если уловить или попытаться уловить хотя бы отблеск гоголевского огня который вот уже два века горит рядом с нами это счастье на самом деле то определенно мир вокруг станет осмысленнее и полнее так что поднимите веки наконец друзья и прочтите перечитайте гоголя была программа игра в классике меня зовут платон беседен берегите себя и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам любви терпения мирного неба над головой и читайте господа гоголя